В Бурятии на ребенка набросились пять собак. Очередное нападение произошло в Бичурском районе. Владельцев троих животных уже установили. Их вызовут в администрацию района для составления протокола об административном правонарушении. Также в селе Бичура провели рейды по отлову бродячих собак. Всего поймали восемь животных. Накануне в микрорайоне Забайкальский загорелся жилой дом. Когда пожарные приехали, уже полностью горели мансардный этаж, веранда и кровля гаража. Все из-за неисправности отопительной печи и дымохода. Специалистам понадобилось около 50 минут, чтобы полностью ликвидировать пожар. Еще один пожар произошел в Гусиноозерске. На площади 100 квадратов загорелся мусор. На месте работали специалисты команды ГРЭС и пожарно-спасательной части номер 40. Напомним, в Бурятии действует пожароопасный режим. За нарушение правил безопасности в лесах придется раскошелиться. Штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для юридических лиц до 1 миллиона. В Усть-Баргузине сливают канализационные отходы. Нарушителей застукали представители Народного фронта. По словам местных жителей, в этом месте находятся нерабочие старые очистные сооружения. К слову, Байкал отсюда находится в 4 километрах. Активисты просят вмешаться в ситуацию природоохранную прокуратуру. Восстание эвакуаторов. Вчера в Улан-Удэ массово забирали машины, припаркованные в неположенном месте. Рейд прошел по улице Коммунистическая. Также планируется проведение данных мероприятий по трем улицам. Это улица Почтанская, улица Советская и бульвар Канг-Маркса. Все машины отправляются на штрафстоянку. Отметим, нарушителям также придется заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей. В Бурятии пока не будут вводить цифровые повестки. На прошлой неделе в Генштабе Вооруженных сил России сообщили, что призывников начнут оповещать в электронном виде. Однако в нашей республике подобную рассылку пока внедрять не собираются. Об этом накануне сообщил военный комиссар Бурятии Александр Трубников. По его словам, проект еще находится в разработке. Напомним, 1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу. Из нашей республики планируют призвать более 1300 человек. Тем временем в Бурятии снова увеличились зарплаты. По крайней мере, так считают сотрудники Бурятстата. По их данным, в январе 2023 года средняя зарплата в Бурятии достигла 56,5 тысяч рублей. Это на 17,5% больше, чем в январе 2022. Больше всех в республике по-прежнему получают добытчики полезных ископаемых. А вот самые скромные зарплаты сегодня у работников в сфере гостиничного бизнеса, общепита, сельского и лесного хозяйств, охоты и рыболовства. Ушуисты Бурятии стали призерами чемпионата России. За звание лучших в Москве боролись более 300 сильнейших спортсменов из 34 регионов. Сборная Бурятии успешно выступила сразу в нескольких категориях. Два серебра и одну бронзу завоевала Анна Леонова. Еще одно серебро получила Инга Пурбуева. Обе спортсменки выполнили норматив мастера спорта России. Впрочем, как и ушуисты мужской сборной Ренат Гаученов и Никита Васильев. Последний завоевал бронзу в дисциплине тяншу. Популярная группа «Намгар» теперь уже в составе театра «Байкал» начала гастроли по районам Бурятии в рамках ее столетия. Концерты пройдут в начале апреля в Курумканском, Яравнинском, Кяхтинском и Селингинском районах. Возрастное ограничение 6+.